В местечке Свобода состоялось заседание Попечительского совета по возрождению монастыря Коренная Пустынь. Встреча прошла под председательством губернатора Александра Михайлова. Обсуждение не ограничилось только вопросом реконструкции обители. Подробности в сюжете Ирины Бобровской. В 2013 году на ремонтные работы в Коренной Пустыне было потрачено более 25 миллионов рублей. Львиная доля пожертвований, вклад бизнеса откликнулись около 60 организаций. Попечительский совет продолжит свою многолетнюю работу. Я думаю, что сегодня нам есть чем гордиться здесь, что показывать. Я имею в виду не только курянам, а и русской православной церкви в целом, да и нашему населению. Мы надеемся, что руководители, а сегодня очень много первых руководителей присутствовало, они, как и прежде, проявят гражданскую зрелость, мудрость и поддержат то, что сегодня было принято в план работы. В 2014 он будет довольно объемным. В этом году рассчитывают полностью завершить благоустройство Коренной Пустыни. Члены Попечительского совета осмотрели набережную, храмы живоносного источника и Рождества Пресвятой Богородицы. Внутри последнего практически закончены художественные работы. Десятки библейских сцен и ликов написаны вручную. Нам дают время еще до Пасхи, трудиться здесь. И мы, естественно, с пользой это время и освободиваем. Митрополит Курский Ирыльский Герман рассказал, какой увидит куряне и гости области коренную пустынь после завершения ремонта. Сияющая, восстановленная в полном объеме, красивая, как снаружи, так и внутри ее благолетных храмов. Новая программа реконструкционных работ на объектах Курской митрополии предусматривает финансирование в объеме 28,5 миллионов рублей. В эту же сумму включены расходы на восстановление значимого для Курской храма Воскресения Христова, а также русского кладбища в Белграде, Республика Сербия. Губернатор подчеркнул важность участия курян в этом проекте, поскольку там находится церковь, в которой на протяжении 20 лет хранилась икона Божьей Матери Курская Коренная после того, как в 1920 году вынуждена была покинуть пределы России. Ирина Бобровская, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕЙМ.